Добрый вечер! Прошу вас просать письмо Макарова о винограде. Вы его показали по сегодня вебинаре. Я смотрю вебинары с телефона и поэтому абсолютно ничего не видно, имеется ввиду текст, что нарисовано в письмах. Вернее, я бы прочла, но вы быстро прокручиваете. Говорите, потом прочтете. Потом я ничего не могу прочитать. А виноградом тоже увлекаюсь. Была у Макарова осенью, купила у него кое-что. Но рассказывать каждому у него нет времени. Кстати, это проблема Сергея. За двумя саженцами приедут. Два часа мучают расспросами. А он вместо того, чтобы... Как я сейчас делаю? А, надо тебе, пожалуйста. Где она? Что тут? Вот. Надо тебе. Вот тебе книга. Надо тебе. Вот тебе диск. Вот тебе запись в интернете. Пожалуйста. Вот тебе гостевая книга. Вот тебе сайт. Вот. А нет, вы знаете. Я не то, что жалуюсь. Я все равно терплю. Человек же хочет что-то заказать. И вот сейчас это выглядит так. Вы знаете, я не знаю, что я буду делать. Я говорю, вот два ролика, как садить. Восемь роликов, как садить в каждом районе страны. Не, вы мне так объясните. У меня нет времени. У него нет времени. Зато у меня полно. Вот. Вот я вам пожаловался. А книги мои, как не покупали, так почти не покупают. Так вот. Как выключился Макаров? Он у меня выписывал 40 книг, потом еще, потом еще, по-моему, в редакторе выписывал. Вот. И вот так подсовывал. Ну, там вокруг Обнинска, под Москвой, там садоводы богаче, и глаза у них вот такие. У нас все, у нас Сибирь, у нас все-таки достало это. Это такая у нас теперь провинция. Это уже не провинция. Вот. Зря я тут, говорю, повезло Железову, Курдеву. Это колония нищая, несчастная. Вот. Знаете, иногда думаю, а где-то кто-то когда-то дойдет, через официально не дошло. Вот. Это тоже доболело. Буквально минута. Наш, в принципе, 30 лет, по-моему, он у руля председатель, то, что раньше называлось Верховный Совет, а сейчас как-то по-другому. То есть, главный этот, он сенатор, он в Москве, в этом, в Верхней Палате Верховного, ой, забыл, Верхняя Палата, видите, старый большевик до спорта не набрал. Ну, вы поняли, там, где они сидят и ничего не делают. То есть, знаете, думают. И что-то там, что-то делают. Так вот, он выступал там, и запись показали по всей стране. Заводы-гиганты мирового уровня, это, сами понимаете, я уже без подробностей, ИГС, каждый из них дает налогов, как маленькие, налогов, нам, Хакаси, как маленькие, подчеркиваю, это было сказано при всем народе, на заседании Верхней Палаты, как она называется, вот. Вот, как маленький пивной завод. Он не называл цифру, я боялся, что его, еще, это, выгодят, у нас же выборная власть, то есть, сегодня, ну, а кто выбирает, вы знаете. Вот. Кого назначат, тут и будет. И вот он, на такой важной должности, всей Палате сказал, и что вы думаете, что-то изменилось? Налогов дают, как маленький пивной завод, сказал споро про гигантскую алюминиевую промышленность, потом про гигантскую ГЭС, еще что-то. И там, сказал маленький, и этот дает тоже. Представляете, где мы живем? Я говорю не для того, чтобы это, перейти на политику. Во-первых, это не политика, экономика. Во-вторых, будем выкручиваться сами. А почему, сейчас поймете. Сейчас к этому подойду. Рассказывать каждому у него нет времени. Вот. Может, вы приходите мне в письмо про виноград. Буду благодарна вашей вебинар, я все смотрю позже и конспектирую. Настоящий опыт настоящих садоводов, это редкость большая, потому он не ценен, Юрченко Светлана. Так вот, что я сделал, Светлана. Я еще раз, но уже, видите, гиним буквами, крупнее вроде уже нет. Вот этими вот. Вот этими. Вот. Ой, куда я влез? Ладно. Так, сейчас, секундочку. Я каким-то образом умудрился попасть в другое место. Ладно, ничего. Так вот, я и письмо его взял и снова обставил, но уже таким образом, чтобы мы могли прочитать. Раз читаете в записи. Вот оно, письмо. Важнейшее письмо. Почему? Потому что даже мне цифры, которые он приводит, были настолько шокировавшие. То есть, оказывается, нам заморочили голову, где может простилить, где не может. Прочтете. Второй раз уже мы не будем. И вот еще раз его адрес, его телефон. Продолжение следует.